Так, новый день, новая серия. Поставил я таймер в этот раз. Поэтому... Поэтому по полчаса. На полчаса поставил таймер. Фиксированное, чтобы какое-то время было. А то так 24 минуты, потом 45. Это, конечно, не дело абсолютно. Посмотрим ситуацию нашу. На чём там остановились? Вон, счастье и несчастье ушли. Хреново. Большая карта, я немножко дольше вывезу. Ну ладно. Так. Так. Значит, что тут надо делать? Надо достраивать... Маркет. Сразу... Нет. Надо достраивать маркет, потом... Ставить университет, естественно. И после этого... После этого посмотрим. Вот эти города на производство. Столица будет немножко расти. Чтобы больше несчастья много не было. Это, к сожалению, не ресурс роскоши. Я помню, как я вперёд удивился очень, что... Думал, что это какой-то... Брэйфниворд, по-моему, добавили. Этих бизонов. Это, оказывается, просто... Бонусный ресурс. Так. Ну, в общем... Есть у меня в планах дойти до... Арбалетов. Дойти до арбалетов. И... На Сирию напасть. Ну, просто, как бы, есть армия. Почему бы её не использовать? Поэтому, может быть, немножко даже ускорить Росстолицу. В общем, есть армия, почему бы её не использовать? Поэтому... Ну, стараться не терять юниты. Просто повоевать. Может быть, взять Софию, она вот неплохо расположена. Можно кого-нибудь подговорить, с ним тоже повоевать. Ну, как бы ослаблять соперника всегда надо. Стараться. О. Гайовато. До него можно купить... Можно медь купить. То есть... Если считать, что посольство стоит один... Да, два он не даст. Да. В принципе... Ну, вот он хочет железо и два захода. Ну, шикарный. Шикарный вариант. Берём. Потому что, по несчастью, вот в последнем обновлении, в последнем, это уже сколько лет назад было, конечно, быть в несчастье стало очень невыгодно. Поэтому надо стараться. Денег не жалеть. Покупать. Вот надо обрабатывать этот шоколад. Будет ещё один. То есть денег на счастье жалеть, на самом деле, не надо. Так, ну всё равно университет четыре хода. Но столица... Столица... Вообще, у меня такой контроль для себя, что на сотом ходе, на быстрой скорости, столица должна быть размером 20. Нет, конечно, вот тут лучше клетка намного. В общем, столица должна быть размером 20. Сейчас 15, немножко я отстаю от моего графика. Ну, ничего страшного. Это же зависит всё от... Например, у нас сейчас 9 части вот от уровня сложности. А на седьмом чуть побольше. И вот, например, вот этот город я поставил без люкса рядом. Поэтому... То есть это всё вот эти... Мне этого немножко счастья и не хватает. На самом деле. Надо соединять дорогами города. Уже пора. Потому что денег много теряется из-за этого. Ну, вот открыли арбалеты. Потихонечку апнем лучников. И уже можно размяться. А то, конечно, сидеть тупо в развитии не очень весело. Вообще не весело. То есть Ассирия явно уже очень скоро будет по науке от нас отставать. Потому что сколько городов. Всего два города. Конечно, второй 18. Второй 18 это солидно. Это больше, чем у меня столица пока что. Но если посмотреть, например, если посмотреть сейчас это вот тут вот Global Politics то Ассирия играет через волю, причем принято всего два института в ней и честь. То есть если играть через волю, то естественно города растут много меньше. И вот у Монгола, и у Египта. Инк вообще очень странно играет. Один в чести и закрыта полностью набожность. Очень странно. То есть ну вот у игроков будут города серьезные. Потому что традиция закрывается. То есть это из-за того, что он компьютер и на последней сложности. У него естественно такие бонусы. но по-хорошему традиция всегда рост городов больше. О! Новый город от Египта тут нарисовался внезапно. Вот столько прошел зачем-то. Абсолютно непонятно. Так, через четыре хода можно будет построить вот эту штуку. Которая плюс пять счастья дает. А пока что можно построить еще один морской караван. я что-то в последнее время играл за волю через пирамиды. Я привык, что рабочих строят дороги за один ход. Вот тут такая есть тема, что Ереван сейчас стоит поставить избегать роста. Тогда столица вырастет на один и она еще будет расти. И через четыре хода два счастья от этого. То есть империя не уйдет в несчастье. Потому что то есть а столица в любом случае выгодна, чтобы столица росла сейчас. То есть Ереван так вот один и будет висеть. Австрия. Австрия. И Россия. Если твой ум и такт сравним с твоей привлекательностью, мы замечательно повадим. Так, а что она скажет? Разумеется, нет. Лошади. Разумеется, нет. Если бы у меня было хоть немножко денег, ох ты, господи. Застраиваются они, конечно, жестко. А вот этот отдает алмазы за пять лошадей и посольство. Пожалуйста. Я вообще не против. Так, ну, собственно, все нации известны. Все, теперь счастье есть, можно галочку убрать. Дорога, тут дорога. Так, Египет у нас хвост Всемирного Конгресса. Что тут выгодно взять? У нас монгол, который против городов-государств, он будет их уничтожать. Держав, которые дружат с городами-государств, у меня, в принципе, нет. То есть, в принципе, брать вот это не имеет смысла, потому что компьютер, естественно, построит этот проект. Мне выгодно взять вот это, потому что я отстаю по науке. Так, ну, вроде бы, по счастью, выровнялась ситуация. Тут, конечно, вот это я опять вовремя не за контроль, но надо сажать сажать. Сажать специалистам. Специалистам и вот это тоже. Так, тут сейчас достроится, тоже сразу достроится, будет сажать эти хреновые клетки, сразу надо сажать специалистами в университеты, в лаборатории, в школы. Ну, в принципе, можно. Почему бы и нет? Так, сахар. Я у него брал сахар до этого, или он мне просто предложил? В принципе, я не против. Да, брал, скорее всего. предлагает напасть на Россию. 10 ходов возьмем, посмотрим. Он в любом случае нападет, видимо, у них тут какое-то разногласие из-за этой территории. из-за того, что дороги сейчас строятся активно минус по золоту. Но это ничего страшного. Так, университет у нас в Тигранокерте завершился. Почему бы не поставить арбалетчика? Абсолютно не вижу. 55, 70, 100 этап. ну вот, что я говорил про честь и даже не успевает нет, еще одну политику в честь и я успею принять и все. Весь бонус теряется. Точнее дело, абсолютно. Так, тут специалисты тоже стоит посадить. Это хорошая клетка. Даже не знаю, обрабатывать их нет. потому что джунгли срубят. Этого можно посадить. Этого уже не надо. Ладно, тут пока пусть один посидит. 20 на сотом ходу я думаю, что будет столица. Так, ну тут, конечно, что взять? Взять генерала или взять немножко боевой мощи. Лучше генерала. Генерала, потому что я буду обстреливать. Естественно, у меня не будет юнитов рядом. Ну или будет, но мало. Так, что у нас тут? Здесь трудничок не помешает. Вот, Египет даже... не стал нас дожидаться, еще раз спрашивать. Просто. Так, ну нам рост ервандашата, конечно, важен, но сейчас неплохо было бы деньги взять. У нас Авалетта где? Авалетта здесь. Да, сейчас лучше немножко денег, потому что нужно апнуть. И тут надо построить на счастье здание. Так, ростовые клетки, что называется, закончились. Ну вот, и вот тут вот это главная ошибка игры. Второй караван должен был отсюда бегать сюда. Но его нет. Очень плохо. но что называется, что делать. И вот тут я не могу построить на городе маяк, чтобы клетки приносили морские больше ресурсов. То есть мне придется в столице построить лодочку. Тут будет три еды всего. А так было бы и золото одно, по-моему, даже производство после гавани. ну в общем просто ошибка на ошибке. Так. Университет надо. Сколько науки? 142, в принципе неплохо. К сожалению, он рубит лес. Грубит лес. Эту клетку надо купить. Четыре еды. Тут тоже построить надо ферму. Так. Что у нас по науке? По науке выносится Россия теперь ну и там все приведено равно. тут даже из деревян вот этот город взять. Зачем он мне нужен тот египетский город. Не знаю связываться ли в войну. Что нам скажет Инк по поводу нападения А. Они были в войне на Египет. Египет конечно не хочет. что скажет. Вот Египет за Египет готов напасть. А этот на Египет готов напасть. Ну да приходится вот так немножко. Этот вряд ли Египет они считают сильным. Поэтому вряд ли не будет нападать. Монгол вообще в другой части света он не играет тролли. Думаю я по поводу войны. Амстердам. ой Голландия скажет Голландия по поводу нападения на Инка ничего. Она напишет нападение на Осирию. Тоже ничего. Дружбу он не хочет. в общем он у него здесь фрегаты кстати есть. Он отвержен немножко. По науке уже не первый. Сейчас 7 ходов может быть даст нам технологию какую-нибудь. В общем вот такая ситуация. Не знаю ненадежно воевать. радуется дружбе с Монголом. О вот вот этого я ожидал. Готовит армия. А ну это и так на самом деле видно. Вот сейчас будет оборона значит. Яркий пример что если не ты нападаешь то на тебя нападают. И тут на самом деле не можно сказать с начала игры этого ожидал. Потом конечно же сейчас апну арбалета. Подтянул мои войска быстрого реагирования вот этого мечника. Тут дорога не прорисовывается. Не прорисовывается. Так тут надо этого бизона обработать. Так стены есть. Стены есть. 10 продукции нам не хватает не завершить сейчас будет обороны от него так ну что там хотел напасть лопаста этого рода ладно если он нападет то я уже или там в тылу противника найду тут лучше вот так потому что производство не меняется все радуются мои дружбы с монголом где вам монгол авторитет так эти войска быстрого реагирования к сожалению уже устарели только тут ферму построил лучше и эти войска ускорили старели уже устаревшая моя армия конечно много что сможет сделать так ну явно абсолютно точно надо построить мастерскую производство чтобы приседать ну вот все было бы хорошо если бы гордко было воды абсолютно все у меня было бы кошерное в этой партии но нет я умудрился только зафейлить ладно что делать что делать следующая крова надо конечно так предлагает мне войну с этим здесь ходов подожду солнцем нападет сейчас да он напал да он напал поставил город тут так ну хорошо как то что у него вот странно да он мне предлагает напасть на сирию я у него спрашиваю напасть ли нам на сирию он говорит что нет я никогда этого не сделаю очень странные мувы иногда от компов так где мне разместить моих арбалетчиков копейщики только мешать будут вот так вот так вот так так тут одного у меня самая плохая армия да естественно вообще не удивлен геревана дотянется сегодня дорога или нет лучше науку взять так так ну вот четыре хода то есть на сотом ходу столицы двадцать то есть в принципе я не отстал от графика надо сейчас немножко еды уже дать городу а то че то он это че то он совсем аааа урод на меня напал сейчас он вот эти клетки у меня отберет но главное не себе не людям он же сам сейчас будет он уже не выберется что называется этой заднице но нет он будет нападать тоже из-за уникального бонуса осирии им так в обоих запрограммировали так что надо вот нападать у них там они бомб технологии получают когда город захватывают но тут я пока стою по науке даже от него но это пока что театр построил театр Вавилон 16 9 да печально печально у меня все по культуре это причем то что у меня в начале все было неплохо по культуре то есть из-за того что в Армении вот это здание дает на одну культуру больше то в принципе культура то неплохо идет на самом деле так по ученым скоро будет ученый сад надо построить так ну нападать он будет явно оттуда поэтому сюда можно ставить войска так вот юнит довольно таки мусорные даже в рыцаре что тут рыцарем делать по этим по этим джунглям не нужен тут рыцарь абсолютно и пикинер не нужен так вот ты нужен так это вот чуть сюда это вот сюда инк объявил войну Амстердаму ой голландцу странно этот все боится зайти что называется не может зайти нормально замок я чувствую нам тут не понадобится что чувак довольно таки так а вот рабочая лодка сюда понадобится явно а так 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 фирма будет сегодня я даже готов отсюда выставить мечника у него одни пикенеры ученые кусты Ну, нападай уже, что ты стоишь? Давай, в навал. Им мешает своим скаутам нормально зайти. Ну, как раз-таки будут показаны наглядно. О! Ладно, технологию потом соплём. Так. Атака. Незаметная атака скаутам. Ха-ха. С города не стреляет, но зато отсюда стреляет. Так. Так, ладно, что нам украсть? Печатный пресс там не надо красть, потому что у нас через... Один ход у нас следуется. А вот и банкинг можно украсть. Вот. Банкинг можно украсть. Так. Так. Этого можно улучшить. Так, этим нападать, конечно же, не надо. Наконец-то города соединены. Нормальный... Нормальный денег капает в ход. Странно-странно, но хорошо, им кто-то мешает этому. Так, этот заметил моего скаута. А, я обещаю, в жизни больше не буду красть у вас циклонники. Никогда в жизни. Ну, то, что... То, что Рамзес-второй против меня что-то думает... Нет, конечно, не буду я с ним нападать. Хорошо, что Инг ко мне хорошо относится. У меня тут прилично, конечно, юнитов. Может быть, даже все-таки стоит замок построить. Пизанская башня. А, у меня, кстати, вышел таймер. Так. Наверное, надо завершаться на сегодня. Немного сегодня сделали, но... Такой более выпуск. На раздумье. Не знаю, есть ли смысл строить пизанскую башню. Столицу строят он. Рабочую. Ну, вот столица, у них уже нормально они не будут расти. А у меня весь потенциал роста столицы, он еще... Можно сказать, впереди. То есть, в этом и плюс караванов. Значит. В чем суть? Если на меня нападет Египет, то я, может быть, как-то с Инком договорюсь. Не кончим. Не постараюсь. То есть, они, конечно, двойно на меня навалятся, будет уже очень неприятно. И обидно, что самое главное. А Египет, по-моему, обидел войну. Сейчас он страдает ему, голландцу. Это вообще странно. Они тут... Какие-то у них взаимоотношения сложные. Но вот, зато у нас и генерал. То есть, какой-то плюс. Пизанскую башню. Попробую построить Пизанскую башню. Если не получится, то... Денег дадут. Деньги тоже не помешают. Куплю что-нибудь где-нибудь. Так, а тут все-таки замок построен. Вот они сейчас все эти клетки нам что называется, побьют. И будет Циграно Керт страдать. А, следующий ход я уже завершусь на сегодня. Так. Альфитеатр, что ли, построить? А, он мне не поможет. Что банк. Так, тут улучшить. Ну, у него арбалетчиков то ли нет, то ли он их еще не подвел. Рыцаря тут. Не знаю, что он тут хочет рыцарем сделать. Ну, покинь, оры. Ну, будем расстреливаться. Так. Можно открыть, кстати, эту мою прекрасную идею открыть длиннамечников. И уже идти к архитектуре из-за фарфоровой пагоды. Ну, вот мне еще сколько ждать до рационализма. На этом холме надо построить молотки. Так. Стрелять можно. Нет, не надо, конечно, добивать, потому что потом мой мечник там и останется. Таш махал. Вот, значит, гениальные действия компьютера начинаются. Просто и воистину гениальные. Что он сделал? Он просто высадил рыцаря. Для чего ему нужен был рыцарь? Чтобы высадить его около города на воду и напасть с воды на город. Ну, это же... Это же максимальный бред вообще, который можно было сделать. Он сделал. Это вот... Мой юнит только мешает, честно говоря. Вот тут, кстати, еще один мечник был, я не заметил его. То есть, максимально тупые действия. Естественно, городом надо обстреливать вот этого. Вот насколько он снижает защиту, сам причем, он как бы этого желает. Так, тут можно то и сюда. Так, куда академию ставить? Обычно я до лабораторий, значит, всех ученых в академии. Можно на этот лесок, а можно на этот холм. На холм уже идет работа. рабочий, поэтому этого на лесок. Так, ну этого добьем сейчас. Этого надо будет убить. А чем этого добить? Еще одного вот так, второго вот так. И все. И все. И вот у атака она немножко рассыпалась уже. как-то что-то меня не радует. Ирлан Дошат совсем не растет. Мне кажется, все-таки вот так лучше. так. Я думаю, что достаточно на сегодня. В будущем будущее обещает быть интересным. сейчас экипетом еще нападет вообще. Обхохочешься. Все, тогда до следующей серии. Может быть, завтра, а может быть и нет. Все, всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok